Всем привет! Меня зовут Алексей Архипенко. Сегодня мы приступаем, я думаю, уже к заключительному видео по треку с использованием Sample Modeling и Berlin Strings. В принципе, уже все настроено, и я даже опять экспортировал все треки в MP3 отдельно, и можно увидеть, что в принципе визуально все выглядит достаточно так нормально. Здесь, кстати, есть такой нюанс, что в конце, когда мы делаем diminuendo, у нас гораздо быстрее струны затихают, чем духовые инструменты. Это можно поправить. Нужно оставить так, придает такой характер. Значит, что мы будем смотреть? Ну, во-первых, посмотрим вибрато. Сейчас при настройке струнных инструментов, насколько я помню, здесь вибрато. Можно, кстати, менять вибрато, да. Можно менять вибрато, но здесь вибрато зафиксировано на одном романтическом таком варианте. В принципе, для такого трека вариант подходит. И здесь, наверное, так особо менять нечего. Единственное, можно посмотреть в сольных местах. Вот. По духовым инструментам в некоторых местах вибрато настроено. Ну, на флейте, например, нет. Там на трубе где-то есть вибрато. Используется вот, например, здесь. А, ну, это стакатные места, да. То есть, в принципе, особого места нет. Ну, вот здесь, наверное, есть вибрато. Вот. Значит, сейчас можно прослушать произведение. Ну, то есть, да, какие-то инструменты уже настроены с вибрато, какие-то не настроены. Можно послушать произведение на предмет выявления мест, где мы слышим, что сольная игра каких-то инструментов, каких-то групп инструментов, да, является слишком ровной. И здесь можно будет повозиться, поэкспериментировать с вибрато. И даже можно, в принципе, на струны это сделать. Значит, это первое, что мы сделаем. Ну, давайте с этого начнем. И я буду записывать при проигрывании, где что мы услышали. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, пока достаточно. Посмотрим. Значит, в принципе, вибрато мы используем в тех местах, где есть какой-то драйв. То есть, не просто, например, вот, вступление достаточно такое ровное. Здесь не требуется как-то усиливать энергетику вибрато. Здесь нет ритмики такой, да, выраженной. Вот там, где она есть, потребность вибрато появляется. Например, вот в этом месте. Вот в этом месте, да, потребность вибрато есть. Вибрато здесь сейчас присутствует. В каком-то количестве, да? Можно посмотреть, что здесь, как. То есть, это то место, где вибрато вообще слышно. Вот. Здесь концептуально лучше, наверное, скорость вибрато в конце снизить. Вот. И в принципе, я использую такой подход. То есть, что мы сейчас делаем, да, еще раз. Мы сейчас настраиваем вибрато в тех местах, где это особенно слышно и где оно особенно требуется. То есть, мы не настраиваем вибрато везде, как это было раньше, да? Такой общий подход. Мы сейчас вот настраиваем именно там, где можно улучшить трек. Вот. У меня есть такой подход. Увеличивать интенсивность вибрато там, где снижается динамика. Я уже рассказывал о нем, и можно попробовать его здесь применить. Вот. Да, здесь чувствуется такой эффект. Есть. Да, вот, как бы, затухание получается такой волнистым, да? Более того, можно вообще добавить даже такой вибратный, как бы, релиз. Есть такая возможность, да? Но здесь, я думаю, это не нужно. Послушаем вместе. Вот, следующий момент, это, собственно говоря, вот это сольное место. Здесь можно посмотреть, что нам вообще может дать вибрато. И, в принципе, здесь у нас два варианта. То есть, это либо с вибрато, либо без. Значит, ну попробуем без вибрато. Ну, в общем, никакой разницы я не чувствую. Может быть, только на длинной ноте будет слышно. Вот на этих нотах. Но здесь уже на самом деле... Ну, здесь на самом деле, да, еще слышно. Ну, то есть, вибрато здесь не мешает, на мой взгляд. Оно есть, его можно только отключить. То есть, вот, что мы можем здесь сделать. Так, дальше. Да, на самом деле, вот в этом месте... В этом месте, в общем-то, вибрато можно поднять, на самом деле. А ну, ну, послушайте. Звучит странно. В принципе, здесь та интенсивность вибрато, которая есть, наверное, ее достаточно будет. Да, ну, собственно говоря, вот тоже место, где можно добавить вибрато, и оно уже добавлено. И даже добавлен переход такой легатный. То есть, в принципе, вот те места, которые нужны, они уже отработаны. Да, вот это место вообще проблемное, на самом деле, это местечко. А можно попробовать его как-то, как-то вот так вот разнообразить, да? Вот, значит, ну, это вот один из вариантов, да, такой. Хотя, в общем-то, и так уже акцент есть. И так уже акцент есть. Так, что тут вообще? Да, вибрато здесь тоже есть, в общем. Так, вот это вот очень плохо звучит место. А, несмотря на то, что мы его уже отработали. Да, ну, такая известная проблема-то, да. Значит, что делать? То есть, еще раз, при еще одном прослушивании мы натыкаемся на то, что вот это совершенно нормальный такой момент. То есть, то, что мы прослушаем еще раз, внимательно через день, там, через два, да, и натыкаемся на то, что какой-то участок звучит нереалистично. В данном случае это вот это место. Значит, первое. Во-первых, можно динамику поменять. Вот, кстати, неплохо звучит вообще кларнет-то. Наверное, проблема... В скрипте. Хотя, тоже неплохо. Да, в общем, нормально звучит так. Ну, то есть, проблема в том, что звучит очень так, постоянно, то есть. Так, а кто же тут звучит так активно? Кроме кларнета и скрипки. Ага. Это, похоже, вторая скрипка. Да, и она тут как-то очень... Да, вот так вот ровно звучит. Значит, собственно говоря, уменьшим громкость. Попробуем такой вариант. Ну, сейчас вот что произошло. Сейчас вышел вперед кларнет. Ну, а у него звучание более реалистичное для таких быстрых проходов. То есть, это известно, что sample modeling в быстрых проходах достаточно нормально звучит. Вот, что не скажешь, конечно, на струнах, да. Так, вот здесь немного пропадает. Тромбоны. Тромбоны немного пропадают. Очень красивые тромбоны. Да, их просто надо поднять. Да, очень красивые тромбоны. Он начинал играть красивую мелодию. Пропадал. Так, вот здесь довольно странно звучат волторны. Интересно. Интересно. Ага. Интересно. Так. Более отчетливо сделали звук, да? Так, немного проваливается труба здесь. Нет, это не труба, кстати. Так. Ну, немножко поднял трубу, да. Но здесь есть что-то еще. Трубы здесь есть что-то еще. Кто же это? Хварнет. 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 Но не только кларнет. Кто-то там еще маячит. Так, это вторые скрипки. Интересно. Значит, вторые скрипки и кларнет. Вот так вот играют. То есть, мы сейчас занимаемся уже такой, как это, одновременно с вибрато. Которую, кстати, можно добавить где-нибудь в кларнете тоже. Мы занимаемся непрерывностью мелодии и тем, что материал слышно, да? То есть, что информационная составляющая доходит. Так, значит, это можно сделать. Например, вот так. Вот. И вторая скрипка, да? Здесь тоже у нас есть. Вот, ну, уберем. Чш-ш-ш-ш, убирается. Так, значит, еще раз по поводу кларнета и флейта. Нужно ли здесь добавить. Или это? Ну, можно, можно, да. Здесь, кстати, можно добавить. Да, я думаю, что можно добавить здесь. Можно стандартный колкаву прям нарисовать здесь. Так. Значит, насчет скорости. Нарисуем смещённый. Да, ну... Что-то очень, да, очень активно. Да, можно тоже добавить здесь вибрато. В общем, в принципе, на флейту можно тоже нацепить немного вибрато. Главное, не забывайте, что скорость, скорость. Здесь слишком, наверное, сильно. Эффект такой хороший. Ну, да, естественно, длинные ноты вот с нами смотрим, да? Так. Здесь что? Вполне, вполне вибрато можно здесь сделать. Причём вот так. Да, здесь тоже вполне вибрато подойдёт. Так, здесь... Такое красивое, кстати, местечко. Очень. Можно его прям сильно вибрато. Да, прям вот выражено. Вот, вполне возможно такое. Здесь продолжается некая вибрато. Сделаем его разнообразно. Ну, длинные ноты. То есть, если оно уж есть, то пусть оно будет таким, да? То же самое. Хварнет можно посмотреть. Длинные ноты. Так, здесь. Да, здесь, кстати, тоже хорошее место для вибрато. Интересно звучит, но слишком активно. Да, но немного есть. Немного есть, это хорошо. Так, теперь здесь. Да, можно немного дать вибрато. Ну, как оказалось, кларнет очень чувствительный, как вибрато, да? Поэтому здесь особенно не поиграешь. Да, очень чувствительный, прям сразу все слышно. Надо убирать, убирать его вот так вот. Такое небольшое, да. Вот, ну и, в принципе, возвращаем, да? Значит, здесь можно даже... То есть, здесь можно даже не менять интенсивность вибрато, настолько оно там маленькое получается. Вот, опять же, здесь такая же картина. Вот. Вот такие вот горбы можно, в принципе, понаставить. Очень неплохо звучит. Так, здесь. Ну, так, немного странно вообще. Немного странно меняет так мелодия. Но в миксе это дает разнообразие. Так, ну и здесь, в принципе, тоже можно логично все нарисовать. Так, тут, кстати, нужен спуск. Все, значит, вот добавили, значит, и вибрато. Насчет валторны, кстати, вибрато тоже нет у нее. А валторна такой инструмент, что вибрато нужно, конечно, не всегда. Здесь не нужно. Вот здесь можно. Причем, вообще, как оно звучит. Его еще надо услышать, да? Вот так оно звучит. Вот, почти его не слышно. Так, ну, можно много добавить, да. Значит, вот эти вот места. Соответственно, что надо делать? Надо менять. Надо менять вот таким образом. Допустим, частоту. Так, что это было? Это обрез такой, да? Ладно. Да, вообще, вибрато интереснее звучит. Такое чувствуется некое движение. Так можно, в принципе... Ой, не хочет. Можно вот так прям там оставить этих изменений. Здесь я бы уменьшил вибрато. Здесь бы увеличил обратно. Потому что там была очень такая лирическая мелодия. Так, здесь... Продолжаем. Разнообразие вот частоты, да, вибрато. Вот. Значит, так здесь надо просто убрать-то. Здесь. Да, здесь бы я тоже уменьшил. Вот, а здесь можно оставить. В общем, быстро Валторну уходит. Так, ну и теперь для экономии времени можно просто скопировать вот эти графики в Валторну номер 2. А, здесь уже что-то есть. Так, не будем туда затирать полностью. Вот отсюда начнем. Хопс. Отсюда. А, ну тут, собственно... Валторну. Вот она. Л. Так, вставили. Хорошо. Так, тромбон. Тут уже есть, да, вибрато, в принципе, настроено. Хотя не везде. Вот здесь нет. Так, значит, здесь не хватает разнообразия частоты вибрато. Здесь я очень такую медленную функцию поставил. Ну и здесь то же самое, собственно. Так, хорошо. Вот, на самом деле вопрос вибрато закрыт. Так, следующий вопрос это Bow Noise. То есть у меня есть такой параметр, и он не везде включен. Я сейчас пройду по тем, которые я использую. И включу Bow Noise, потому что он дает такой дополнительный интересный звук. Вот, то есть нужно включить это и поставить некий уровень. Уровень, кстати, большой нам не нужен. Вот здесь, наверное, уровень был великоват. Да. Вот так вот. Так, ну и, собственно говоря, вот так вот был Noise. Такий был Noise. Вот, и так, в принципе, надо пройти просто каждый. Ну, то есть смысл в чем? Нужно синхронизировать более-менее настройки каждого инструмента, да, чтобы... Чтобы стиль игры был похожий. Ну, это не критично, но в данном случае, вот, например, Bow Noise, он дает дополнительно такой вот шум. Вот, и последний инструмент. Посмотрим, что здесь. Вот, ну, в идеале послушать, послушать. Послушаем, что получилось. Ну, все, что получилось. так ну раньше на самом деле почти нет небольшой шуршание добавилось теперь что следующее следующий вопрос панорамирования смысл в том что наши скрипки уже вторые то есть в этой библиотеке есть старые скрипки значит панорамировать искусственно ничего не нужно да нужно посмотреть как тут вообще что сделано вот сейчас например у меня очень интересно меня сейчас скрипки от панорамированы возможно это означает что они не были спанорамированы изначально нам сейчас проверить это так на что нам делать с панорамированием во первых во первых послушаем первую скрипку да как она вообще звучит где она вот у нее явно выраженное панорамирование налево вот я тут стал проверять и выяснил что оказывается при записи всех этих видео у меня был все время перепутан в вот этих ну или может не всех на последних видео у меня были коннекшены перепутаны и налево уходил правый канал направо левой поэтому вы могли слышать все время первую скрипку на самом деле слева не смотря справа несмотря на то что она должна быть слева я сейчас проверил ее отправил налево полностью она действительно сейчас есть слева вот и сейчас уберу вот это ограничение и сейчас мы получаем все как нужно вот теперь встает вопрос второй скрипки да то есть вообще с этим панорамированием все очень осторожно делал внимательно и слушать и смотреть по графику так здесь что-то не особо выражено ну по-моему она звучит слева справа да значит ну возможно она была записана не справа поэтому я ее перевернул здесь то есть я вот услышал что она требует переворачивание если вернуть переворачивать то будет звучать так она звучит более слева она звучит более слева да так она звучит слева то есть вывод такой что ее нужно переворачивать и тогда она звучит как и нужно вправо вот но остальные там с остальными проблем обычно бывает примерно в середине немного слева почему-то виолончель слева интересно да это серьезно оказывается она перевернута о о как как-то она перевернута вот теперь правильно да это забавно то есть виолончель должна быть справа так ну все кларно и от так теперь посмотрим значит духовые да с стронами закончили посмотрим духовые так чикаго дальше флейта звучит немного слева эмь водитель звучит немного слева но в целом она должна звучать где-то в середине Но она просто отпанорамирована влево Ну, что-то мне кажется, это не нужно Другое дело, что флейта действительно сидит там левее кларнета Кларнет правее, как бы, да, панорамировано Вот, это хорошо, потому что они как раз здесь часто дублируются Получается вот так Очень хорошо, то есть, здесь проблем никаких нет Значит, реверберация здесь отключена Сразу посмотрим, да, проверим, реверберация отключена И, значит, на деревянных духовых у меня стоит тусиэтр Так, все, как и было Вот, значит, на медных А, это вообще на всех, по-моему, да, на всех духовых Да, на всех духовых Так, с реверберацией все понятно Значит, со скрипками тоже понятно Со струнными все они идут со своей реверберацией Теперь Панорамирование валторной и вообще медных инструментов Посмотрим То есть мы ее уже корректировали Ну, у нас тут, как бы, две валторные распределились налево-направо Ну, да, это слышно То есть это нормально Ну, другое дело, что обычно так не делают В принципе, их не распределяют Но за счет этого получается у нас более объемный звук Вот Так, значит, труба, она где-то слева И два тромбона 41 41 Но не очень Это хороший вариант Я думаю, что первый тромбон можно вместе с лолторной расположить А дальше будет второй То есть второй немного правее Даже еще больше его убрать Да, вот так они распределяются Очень хорошо Ну, единственное, что плохо-то, на самом деле То, что тромбон басовый, что-то очень сбоку Поэтому наоборот, сделаем тромбон басовый Берем в центр Вот А тромбон повыше Берем направо Многовато Так вот Такое ощущение возникает, что один из тромбонов Имеет какую-то реверберацию вообще Странно Нет, реверберации здесь никакой нет Так Значит, вот мы посмотрели панорамирование И реверберацию, да С этим разобрались Все здесь нормально Немножко подкорректировали Вот И теперь экспортируем трек Значит, как это сделать Ну, у нас, собственно говоря, экспортируются Отдельные дорожки Это отлично Они будут использовать при сведении уже всех остальных Со всеми остальными инструментами И также У меня будет экспортироваться Залимитированный сигнал Да, довольно сильно Залимитирован И, кстати, вот обращаю внимание Что мы, опять же, настраивали Все это Через лимитер Вот Неплохой лимитер В принципе То есть Достаточно прозрачный Вот Но, тем не менее Какие-то могут быть нюансы Например, здесь не было ресэмплинга И, в принципе, могли Проходить какие-то артефакты Вот Поэтому Сейчас я включаю Ресэмплинг Пики Посмотрим Вот Ну, нормально звучит Но Тут зарезано На 4 децибел Вот Теперь экспортируем Весь трек И смотрим Собственно говоря Что получается Так Экспортировали Теперь я его открою Посмотрим Насколько много Вообще Ограничений Здесь Так Значит у нас Вот здесь Заканчивается Трек А дальше Начинается Настройка Инструментов Вот Видно, что Достаточно Такой плотной Насыщенная Динамика То есть Она Доходит Часто До Максимума Вот Ну, то есть Возможно 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 Стоит Немножко Уменьшить Динамику Если мы Хотим Получить Более Такой Звук Приближенный К реальности Тогда у нас Будет Больше Динамический Диапазон Все будет Тише И периодически Будут Такие громкие Очень громкие Моменты Значит Что еще Значит Ну, в общем В целом Да, по динамике Нормально На самом деле То, что Динамика Достаточно Постоянная И нет Такого Что В каких-то местах Совсем Очень громко В каких-то местах Нет Это показатель Того, что Все нормально И, кстати Начало Скоро Тихо То есть Все логично Да, здесь Все выходит Логично Это вот важно Чтобы вы понимали Что То, что вы хотели То и вы И получили А не то, что Например Соло Какое-то Очень громкое Там стало И так далее То есть Если вы этого Не ожидали Не хотели Сделать Если Нужен реалистичный Mix То вот так Значит Дальше Что можно Сделать Это Послушать На Каких-нибудь Дешевых Колонках И Возможно Эквализовать Брать Какие-то Частоты Которые Вызывают Искажения Вот Я Послушал У меня Здесь Искажения Особых Не возникает Ну Обычно Там какие-то Стандартные Частоты Которые Можно Подрезать Вот Иногда Делаю Это И Кстати В моем Блоге На сайте Ссылка Под видео Иногда Иногда Я пишу О том Какие Частоты Я Зарезаю Там Есть Поиск Можете Прям По словам Герц Хз Найти Значит Какие Обычные Рекомендации По этому Вот Да Ну и Что еще Значит Еще Посмотрим Что мы Экспортировали Собственно Говоря Для Дальнейшего Мастеринга В другой Рабочей Станции Уже В лоджике Наверное Это будет Происходить Особенно Меня Интересует На самом Деле Медь Потому Что Собственно Говоря Медь Может Быть Значит Вот Она Как раз Выше Нуля На самом Деле Медь Вот Она Поэтому Трещит Сплошной Треск Потому Что Сигнал Выходит Выше Нуля Значит Это Сделано Только На Монодорожке Обращаем Внимание Это Специальная Монодорожка И Проверить Нужно Будет Уже Стереодорожка Сейчас Я Как раз Импортирую Стерео И Можно Будет Посмотреть Что Получается Значит Для того Чтобы Это Сделать Я Уже Так Сказ Заканчиваю Совсем Этим Проверяю Что У меня Все На Мона Все Замьючено Вот Эти Все Аудио Да Вот И При Экспорте Теперь Выбираю Уже Вав Для Того Чтобы Передать Всю Информацию Без Сжатия Да Так 24 Бита Ну Ладно 24 Так Да И выбираю Соответственно Другие Уже Каналы То есть Вот Эти Каналы Мне Не Нужны Моноканалы Они Были Нужны Только Для Собственно Горя Там Анализа Вот Значит Что Нужно Вопрос То есть Обращаю Внимание Опять же Что У меня Здесь Значит Уже Ну Как бы Применена Реверберация Примена И Реверберация Да Вот Уже Все Отстроено И В общем То В идеале На самом Деле Нужно Только Стерео Вот Экспортировать Но Этот Стерео Сейчас Залимитирован И Это Как бы Не очень Хорошо То есть Это Может быть Некой Проблемой Поэтому Что я Сделаю Значит Я В общем-то Экспортирую И Стерео С Лимитированием И Стерео Без Лимитирования Вот И Возможно Экспортирую Какие-то Отдельные Каналы Затем Проверю Что У меня Все Это Не Превышает Обязательно Порога Порога Ноль Но При этом Не слишком Тихо Потому что Если Будет Слишком Тихо То Мы Потеряем В качестве То есть Ну Вот Такие Простые Правила Я думаю Большинство Из вас Эти Правила Знают Соответственно На выходе Мы получаем WAV-файлы Которые Можно Уже Будет Импортировать В другую Рабочую Станцию И Сводить Вместе С живыми Гитарой И так Далее На этом Наверное Все Мы Закончили Многочасовую Такую Работу По Настройке Этого Произведения Поздравляю Всех Кто Дожил До Конца Этих Видео Они Ведутся Где-то Середины Лета Или Сначала Лета Вот И Приглашаю Собственно В наш Клуб Композиторов Если вы Композитор Если вы Увлекаетесь Виртуальными Инструментами Какими-то Современной Композицией Или Композиции В более Романтических Стилях Вот Ссылку Можете Найти На моем Сайте В разделе Music Education А ссылка На мой Сайт Находится Под Видео Всем Спасибо Жду Вас В моих Следующих Видео